Пробки на дорогах стали больше, очереди длиннее. Примет приближающегося нового года в Твери все больше. Настоящий ажиотаж, как всегда в декабре, наблюдается в парфюмерных магазинах. Но и на новогодних базарах немало народу. В этом году традиционный праздничный рынок сменил место прописки. С улицы Трехсвятской по распоряжению администрации города переехал к фонтану возле цирка. Вероятно, из-за этого число покупателей стало заметно меньше, сетуют продавцы. Зато менее разнообразным товар не стал. Палатки, как всегда, забиты всякой всячиной. На витринах игрушки, мишура, сверкают гирлянды и символы нового 2014 года – лошади. Я люблю детей! На меня забиты! Дети поблагодарить! Лошадей покупают лучше, чем змей, поэтому я думаю, что принесет. То есть змей в том году не брали? Нет, их брали, но не так. Потому что все-таки змеи есть змеи. А лошади подковы – это на счастье, поэтому берут больше. Зверей восточного календаря горожане всегда берут охотно, говорят, на рынке. Поэтому лошадиная символика сегодня присутствует везде. На полотенцах, шкатулках и разделочных досках. Не обошли вниманием производители и магниты на холодильник. Правда, с каждым годом сувениры все более и более оригинальны. С предсказаниями у нас магнитики есть. После 12-й сотрем. Узнаем, что нас ждет. Цены за такие сувениры разнятся от 20 до 500 рублей, что называется на любой вкус и кошелек. Хотя многие уже давно окрестили эти подарки ненужными безделушками, которые захламляют интерьер. По данным общероссийских опросов, больше всего людей, особенно представителей сильного пола, в этом году мечтают найти под елкой смартфон или планшет. Женщины отдают предпочтение турпутевкам и украшениям. Но это стоит повторить статистика по стране в целом. Тверитяне из нее пока что сильно выбиваются. Дорогие подарки жители областной столицы не интересуют. Я хочу большой аквариум с рыбками. Моя мечта, да. Хочу домой аквариум новый. А сам я хочу наушники социальные. Тоже, наверное, сладкое и шампанское брюд. Абсолютно сухое. Ничего не хочу уже. Спасибо. Удочку. На зимнюю рыбалку сейчас ездили уже. Я хочу, чтобы сыночек здоровенький был. Благополучие в семье. Чтоб семья была всегда вся вместе. Заморские специалисты уверяют, сюрпризы могут быть не только хорошими, но еще и плохими. К последней категории нередко относят косметику. С парфюмом можно не угадать, а туалетные принадлежности и вовсе неприличные. Эксперты объясняют это тем, что мыло и шампуни – вещи слишком личного пользования, да еще и тонкий намек на то, что нужно чаще мыться. В спор с таким мнением вступают психологи. Сергей Губарев уверен, все зависит от того, кому предназначена вещь. Человеку-близкому подарок может быть более личный. Коллеге по работе лучше дарить более формальный. А вообще поговорка «дареному коню в зубы не смотрят» накануне 2014 года как никогда актуально. Дело даже иногда бывает не в том, что дорогой подарок или большой подарок. Вот, допустим, если подарить большую машину в Твере, ее даже и парковать там иногда будет негде, и ездить будет тяжело. Желательно не высказывать свое негативное отношение, потому что человек это старается делать все-таки формально, неформально, от чистого сердца, в общем-то. Конечно, если бы он мог, он бы привез что-то из дальних стран или еще что-то такое, что-то особенное. Но он старался, он пошел, проявил все-таки активность какую-то. Поэтому я считаю, что спокойно надо относиться к некоторым вот таким вот вещам. Ну, подарили 10 Дедов Морозов, повесьте 10 Дедов Морозов. Будете знать, что в 2013 году мне подарили 10 Дедов Морозов, а в 2014 мне подарят, может быть, 10 Снегурочек или еще что-то такое. То есть надо относиться и с юмором, и спокойно, в общем-то, к таким вещам. Ирина Ковин, Илья Чечин, РЕН-ТВ Пилот.